Натриевые лампы Их свет по физическим свойствам, близок к солнечному, которого в нашей полосе, увы, не хватает. Специалисты утверждают, если немного помочь природе, то можно добиться наилучших результатов. Значит, планируем получить огурец в районе 2500 тонн. Это за весь календарный год. Но сейчас идёт первый оборот. Мы планируем получить около 900 тонн продукции. Сегодня предприятие посетил губернатор Сергей Морозов. Он проведал представителей местной флоры и встретился с руководством комплекса. На встречу была представлена местная продукция. Чёрные и жёлтые томаты, сочные перцы и баклажаны. Разумеется, у главы региона появился вопрос к генеральному директору. Почему бы не выращивать эти культуры круглый год? Ведь зимой ульяновцам приходится покупать заграничные помидоры. Глава региона уверен в том, что надо растить свои. Тем более, что ресурсов у тепличного предостаточно. Задача стоит достаточно простая. Обеспечить, как минимум, жителей Ульяновской области всё равно начинает с очень-очень маленьких, от детских садов. Тем более, что совсем скоро мы перейдём на более качественное питание детей до стариков. Круглогодично. Губернатор пообещал разобраться с энергетикой. На расширенное производство потребуется больше газопоршневых установок для досвечивания. Овощевод Валентина Морукова готова развиваться вместе с предприятием. Потому что условия труда благополучные. Для работников предоставляются льготы и стабильный доход. В день сельского хозяйства дают денежное пособие. Потом дети ездят в лагеря, дают путёвки. Но зарплаты достойные, соответствующие нашей работе. Напомню, что по инициативе губернатора акционерное общество «Тепличная» реализует пятилетку модернизации. В её задачи входит техническое оснащение и внедрение энергосберегающих технологий. В этом году в развитие комплекса вложено 95 миллионов рублей. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Уллправды.ТВ Руслан Баталов. Новости Уллправды.ТВ